Народ, какие преимущества быть девушкой? Люди не думают, что я мерзкая. Я парень, но моя девушка трансгендер, и это означает, что она часть жизни жила как парень. Остальную часть как девушка и ее главный вывод, насколько легче в социальном плане быть психически больной женщиной по сравнению с психически больным мужчиной. Больше возможностей для самовыражения с помощью одежды, макияжа и украшений. Также обычно более стабильное и лучшее сердечное здоровье. Женщины обычно лучше понимают социальные нюансы. Также женщины обычно лучше справляются с состоянием своего психического здоровья. Но да, в основном главный плюс быть женщиной это одежда. Она просто прекрасна. Я чувствую, что по большей части это преимущество состоит в том, что от тебя не ожидают, что ты станешь физически крутой. Я полагаю, что мужчинам, мальчикам довольно стрессово чувствовать, что они обязаны вступать в физические ссоры, чтобы доказать свою мужественность или что-то еще. Плюс многие мужчины получают много комплексов, если у них слишком низкий рост. Хотя от них по большей части это никак не зависит. И ладно, если бы это были просто внутренние переживания, но это также делает их намного более уязвимыми. Поэтому низкие мужчины всегда становятся довольно легкой мишенью. Ну, кстати, я также хочу сказать, что это происходит в обоих направлениях. Большие или высокие девушки считаются неженственными. Я мужчина, но все же, я хотел сказать, что по статистике у женщин гораздо меньше шансов стать бездомными или покончить жизнь курткобейництвом. Ну, мы можем ходить с детьми без подозрений, можем носить юбки, и другие девушки нас не боятся. Я могу играть в аниме-симуляторы свиданий, и меня не назовут чудаком. Вы можете продать свое нижнее белье. Чуваки, в этой теме есть очень много всяких бредовых ответов. И со стороны мужчин, поддерживающих полную чушь, и со стороны женщин, утверждающих, что быть женщиной не дает никаких преимуществ. О боже, да у людей обоих полов есть свои преимущества. Вам не нужно гадить на других, чтобы чувствовать себя хорошо. И вам не нужно унижать свой пол, чтобы вызвать сочувствие. Прекратите смотреть на все эти чертовы негативы. Я не говорю, что вы должны написать какой-то прям очень строгий ответ. К черту все это. Очевидно, что вы можете ответить чем-то столь же простым, как обычно бесплатный вход в клуб. Если хотите, и это будет вполне нормальный ответ на заданный вопрос. Но я бы скорее сказал, что это Перл, хотя и по неправильным причинам. Меня тоже бесит, когда я вижу подобные ответы. Женщины получают бесплатные вещи. И с этими ответами тоже идите к черту, когда вы публикуете это как парень. Привлекательные люди получают вещи бесплатно и точка. Когда вы публикуете это, очевидно, что вы мужчина. И также очевидно, что вы не умеете себя вести или вам просто не повезло с внешностью. И если мой комментарий вдруг наберет обороты, и люди зададутся вопросом, кто я, то я сразу отвечу. Я мужчина. Но главное, просто не будьте такими циничными, пожалуйста. Вы искажаете факты. Среднестатистическая женщина с большей вероятностью получит бесплатные вещи, чем среднестатистический мужчина. Черт, как привлекательному мужчине, привлекательной женщине гораздо легче получать бесплатные вещи. У меня есть кое-какие бесплатные вещи, которые не могут получить даже мои супер красивые подруги. У меня есть также обычный мужчина, который все еще остается влиятельным лицом. И он получает кучу бесплатных вещей. Более вероятно, что им поверят, если они признаются, что у них депрессия. Не обязательно, я слышал много случаев, когда женщины пытались сообщить своим врачам о своих проблемах с психическим здоровьем, и когда они спрашивали у них, откуда появились их проблемы, женщины просто отвечали, что не знают, хотя такие проблемы могут возникать на фоне появлений гостей из Краснодара, либо же просто такие психические заболевания могут быть свойственными для нормальных женщин. Да, но это также имеет свою цену, поэтому я не уверен, что назвал бы это преимуществом. Обратной стороной является то, что когда у женщины есть медицинские жалобы, эти жалобы можно отклонить как депрессию или тревогу, а основное заболевание остается без лечения. Тем не менее, женщинам определенно разрешено иметь и выражать больше эмоций, чем мужчине. Девушкам не нужно брить лицо, ну, в большинстве случаев. Нет, надо просто все остальное брить. Узаконенная дискриминация в пользу девушек, когда дело касается приема в колледж и университет, стипендии, приема на работу, продвижение по карьерной лестнице, удержание на работе. Меня более открыто принимают за то, что я принадлежу к БЛГ-сообществу. Многим людям в моей семье нравится, когда девушки являются лесбиянками, но для парней это считается отвратительным. Я просто не думаю, что это совсем честно. Не обязательно приглашать парня на свидание, он сделает это за тебя. Я транс-женщина, поэтому у меня была возможность испытать все стороны этого. Я бы сказал, что одним из самых больших преимуществ является относительная свобода от токсичной мужественности. Нельзя сказать, что это все еще не может влиять на женщин в таких формах, как женоненавистничество или мужчины, навязывающие архаичные гендерные роли и так далее. Но по большей части я сейчас свободно выражать свои эмоции. В социальном плане мне разрешено говорить о своих чувствах. Если я плачу, это не признак слабости. Я могу проявлять привязанность к другим людям без странности. И, что возможно, самое главное, есть особая связь с другими женщинами, которые всегда могут помочь мне. Я могла бы быть в баре за 3000 миль от дома, и я знаю, что любая женщина поддержит меня, если что-то пойдет не так. Это лучший ответ. Моя 12-летняя дочь говорит, вы можете создать свой собственный стиль, потому что для девочек есть больше вариантов одежды. А еще женщины могут дать жизнь родить ребенка. Бесконечно лучшие варианты с точки зрения одежды, обуви, прически, макияжа, что угодно. За очень немногим исключением мужская мода скучна. Иметь близкие отношения со своими друзьями. Мужчины менее близки друг к другу, и в результате я могу легче пережить расставание, потерю работы, утрату близкого человека и другие травмирующие события, которые сильно влияют на мою жизнь. И я могу быть уверен, что я не останусь одна, даже если все мои родственники отправятся на тот свет. У нас есть над чем поработать, чтобы быть привлекательными. У нас есть макияж, более длинные волосы, больше разнообразия в одежде, чтобы подчеркнуть наше конкретное тело и так далее. Мужчины немного больше зациклены на том, как они выглядят естественно. Мы можем проявить привязанность к своим друзьям. Это так грустно, что парни не могут обнять друг друга, чтобы их не гнобили за странности. Я и мои друзья можем буквально целоваться друг с другом, и это не странно, потому что общество принимает такие отношения между женщинами. Женщины всегда добиваются своего, когда входят в кабинет директора, заставляя себя плакать и выглядеть как жертва, даже если они на самом деле виноваты. На многие рабочие места предусмотрены квоты для приема на работу женщин. Так проще быть нанятой, быстро продвигаться по карьерной лестнице, а также труднее потерять работу. Джинсы. Женские джинсы похожи на спортивные штаны по сравнению с мужскими джинсами. Честность в отношении ваших чувств, гораздо больше интерес со стороны другого пола, более долгая продолжительность жизни. Если женщина хочет развестись, она получит детей плюс алименты. Квоты отдают предпочтение женщинам на рынках, где доминируют мужчины, но для мужчин такого нет. И, наконец, мужчины вынуждены брать в руки оружие в случае войны. Я не могу никуда пойти без преследований со стороны мужчин. Также я не могу выйти ночью на тусовку, не опасаясь нападения. Но зато я получаю больше вариантов для выбора одежды и могу вытолкнуть человека из того места. Боже, я так рад, что кто-то указал на это. Ха-ха. Эта тема чертовски удручает. Ой, я получаю бесплатные напитки. Да, в основном это как раз потому, что кто-то пытается меня развести на занятие любовью. Так что они видят меня ходячей добычей, а не человеком. Но они не понимают, что в конце концов я просто могу отвергнуть их предложение и сказать, что мне надо домой, и на этом все закончится. А потом еще некоторые женщины говорят что-то вроде «Ой, вы не представляете, как сложно быть женщиной». Увеличенная продолжительность жизни, более высокое качество жизни, лучшее медицинское обслуживание. Противоположный пол готов рискнуть собой ради вас в кризисной ситуации. Нет сомнений в материнстве ваших детей. Более вероятно, что вас поймут, если вы скажете, что вас избили. Способность проявлять плохое поведение в семье по отношению к мужчинам с небольшими или нулевыми шансами на предъявление обвинения. Вы можете обвинять всех в сексизме, но вы никогда не захотите задуматься о собственном поведении. Социально приемлемо создавать исключительно женские мероприятия и организации. Вы можете получать опеку над ребенком в случае развода. Предполагается, что вам лучше работать и взаимодействовать с детьми. Приоритет в любой катастрофе. Лучший доступ и поддержка на всех этапах обучения. Позитивные сообщения от общества вместо того, чтобы говорить вам, что вы токсичны. Возможность выбирать любую одежду. У женщин до 34 лет заработная плата выше, чем у мужчин. Больше шансов получить работу. У вас есть возможность выбирать между кормильцем или опекуном. Способность начинать и обострять конфликты без значительного риска получить удар по лицу. Больше сочувствия и беспокойства со стороны общества в целом. На 60% более мягкие приговоры за преступления. Телесная неприкосновенность. Большое разнообразие репродуктивных прав по сравнению с мужчинами. Куда меньше шансов стать бездомными. Женщины значительно реже совершают курткобейництво. Если вы будете красивой, то это будет лишь дополнительным плюсом. Если вы лесбиянка или би, то отношение к вам со стороны будет намного лучше, чем к мужчине-гею. Намного меньше шансов отправиться на тот свет от того, что полиция будет применять силу при задержании. Намного меньше шансов отправиться на тот свет на войне. Вы можете очень легко получить деньги от одиноких парней. Никого не волнует, что я все еще ни разу не занималась этим. И это наоборот является моим плюсом, если я не буду заниматься любовью до замужества. Мужчин же за это могут унижать, например. У нас намного более широкий выбор одежды, например в джинсах. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!